Наш мир, планета маленькая, и не так много пространств, где могут происходить очень масштабные, в частности, генетические события. И если Африка, мы увидим, что там будет дальше, пока что никто не отменял гипотезу появления первых хомо, первых представителей рода человеческого в Африке. Но возраст присутствия человека вне Африки всё время углубляется. Я только что сбежала с некоторых докладов замечательной конференции, которая происходит сегодня в Институте археологии Российской академии наук, и посвящена как раз такой теме, как методы естественных наук в археологии. И вот эти методы естественных наук, они очень эффективно применяются в области изучения палеолита, то есть каменного века, древнего каменного века, глубокого прошлого. И сегодня мы слушали о том, что уже возраст пребывания людей на территории Евразии, это прежде всего район Кавказа, приближается, уверенно приближается, а то и зашкаливается, а 2 миллиона. Причём это не единичные эпизоды, а это уже очерчиваются достаточно большие области. То есть там климат был тоже подходящим для этого дела? Да, климат был подходящий, климат был субтропический, очень такая приятная увлажнённость, разнообразная фауна. То есть всё то же самое, что было там, в Африке, в Восточной Африке, всё то же самое было и здесь. Это период ещё до такого активного поднятия Большого Кавказа, и это всё единая территория оказывается, и в культурном отношении тоже много сходств. Ну, с климатом тут вообще большие вопросы, какой благоприятный, какой нет. Нет, рассказывали коллеги-археологи, я уж боюсь соврать, что Хизри Амирханов, великий археолог, раскопал чего-то вообще уж заполярное, где люди Каменного века перекусывали просто в качестве основной добычи белым медведем. И столько белый медведь не перекусывал Каменным веком. Нет, Хизри Амирханович как раз вот последние годы, он копал в очень многих частях мира, но всё-таки последние годы его усилия сконцентрированы как раз на Кавказе. И их открытие на территории современного Дагестана, древнейших следов пребывания человека, вот двухмиллионной древности, это, конечно, потрясающе. Что было совершенно невероятно ещё недавно, потому что понятно было, что, ладно, Ява, да, вот всё замечательно, Индонезия, пятикантеры. Ну, хорошо, Африка, всё понятно. Ну, ладно, на худой конец там неандертальцы, но это точно всё не нас. Ну, в Средней Азии, там, Тешикташ, всё хорошо. Откуда два миллиона, Дагестан? Это настолько же выбивалось, по-моему, за все теории. Совершенно верно. Совершенно верно. Но, тем не менее, вот со скрупулёзностью и упорством, да, это доказывается. И это не эпизод, это области. Многочисленные памятники, которые приурочены к датированным геологическим отложениям вот такого возраста. Как бы не... Древнее может быть, но не может быть меньше этот возраст. Причём я бы не сказал, чтобы об этом открытии кричали все средства массовой информации. Хотя, по-моему, если бы что-нибудь такого рода нашлось в Европе или в Соединённых Штатах, то мы бы сейчас слышали... Это вот специфика, опять же, может быть, нашей какой-то ментальности общей, что то, что происходит, ну, мы очень любим экзотику, да, и всё, что вне нашей страны, оно кажется нам таким вот расцвеченным красками радуги, да. А на самом деле то, что переживает, вот, мне кажется, отечественная историческая наука последние, там, 15 лет, это такой бум, что можно только вот нам всем позавидовать. То есть, несмотря на усилия контролирующего науку руководства, наука жива? Ну, безусловно. Знаете, в науке, по-моему, уже вот сейчас остались только человек... Такая часть человечества, одарённого невероятным драйвом, да, вот. То есть, сейчас в науке остались люди, которые относятся к этому, ну, как к своему занятию, как к чтению детектива, да. Это практически неостановимое занятие, пока до конца и начитаешь остановиться. Говоря по-русски, испытываешь дикий кайф от того, что происходит, вне зависимости от наличия или отсутствия денег, помощи или отсутствия со стороны академических официозных структур, чиновников. Это действительно так. Хотя, задаёт забавный вопрос, а нечто, вот почему есть геномы, спаривались ли между собой древние люди, например, неандертальцы и кроманьонцы? А как ещё, вообще-то, геном может стать смешанным, если не через супружеские или несупружеские отношения? Совершенно верно. То есть, вот как раз эти обнаружения фрагментов генома, связанных с неандертальскими мутациями в современном человечестве, и как бы доказало то, что действительно эти контакты были. Сейчас, в общем, просчитывается время и локальность этих контактов, но и в области, и в европейском ареале неандертальцев, и в азиатском они были. Почему в азиатском, возможно, что даже более успешно сохранились. Ведь, вот, действительно, наше представление о том, что неандертальцы, ну, если неандертальцы смешивались, то вообще слово неандертальцы у нас ассоциируется с Европой. Ну, как нас учили, да, европейские неандертальцы. И, опять же, буквально последние, там, не знаю, несколько лет, вот эта айкумена неандертальцев, она разрослась на многие тысячи километров. Да, вот эти алтайские неандертальцы, которые являются сейчас форпостом, но очень таким могучим форпостом, и нет никаких, как сказать, гарантий того, что мы еще в какое-то время не узнаем о разнообразии вот этого мира неандертальцев. Хотя, вот именно на уровне Алтая его подпирает мир вот этого таинственного денисовского человека, которого никто никогда не видел, и только генетики знают, что он был. Потому что от этого денисовского человека, в общем, осталось маленький фрагментик мизинчика, один зуб и еще под вопросом некоторые маленькие фрагменты кисти. То есть, на самом деле, если бы не современные технологии, если бы не современное развитие генетики, которую, к сожалению, при Никите Сергеевича Хрущеве нас почти что добили, ничего этого мы бы даже и не подозревали. Ну, мы уходим сейчас на новости, тут ничего не сделаешь, поскольку помимо древнего человека есть еще и современный, и у него есть новости текущие, а потом вернемся. Да, я напомню, у нас в гостях доктор исторических наук Мария Добровольская, палеантрополог, старший научный сотрудник Института археологии РАН.